АРТПЛЕЙ ТОДЕЙ Моими собеседниками было сразу три архитектора, и два из них так или иначе говорили об архитектуре будущего. После этого я взяла небольшую паузу абсолютно осознанно, так как большое количество вопросов возникло не только у меня, но и у вас, за что я очень вам благодарна за эту обратную связь. Мы обсуждали с вами эту тему в течение месяца, и на архпароходе я сейчас говорю о коллегах-архитекторах прежде всего, хотя нашу программу смотрит достаточно широкая аудитория. Так вот, я действительно честно все это время искала собеседника, который так или иначе сможет ответить нам на некоторые возникшие вопросы и прояснит ситуацию с будущим. Счастливым образом он нашелся, и я очень благодарна ему, что он поддержал приглашение, наше приглашение. Сегодня в студии архитектор Андрей Чернихов. Здравствуйте, Андрей. Добрый день. Я думаю, что для вас после анонса нашей темы будущая архитектура и вообще будущее приглашение не является неожиданностью, мне так кажется, потому что как не вам задавать вопросы об архитектуре будущего. А почему вы так думаете? Ну, наверное, этому есть несколько причин. Первая, потому что вы серьезно и плотно занимались наследием Якова Чернихова, архитектора-футуриста. Во-вторых, потому что я знаю, в прошлом вы являлись автором проекта необычного для того времени для реабилитации детей-аутистов. Далее, вы принимали участие в конкурсе на московскую агломерацию, на развитие московской агломерации. А есть еще одна причина. Для вас, может быть, это прозаично, и вы не знаете того, с какой жадностью несколько поколений архитекторов ждали выхода в эфир ваших программ на канале «Культура» мастерская Андрея Чернихова. И в своих лекциях, и в своих программах вы так или иначе затрагивали тему будущего. Ну, наверное, это логично. Ну, для меня, по крайней мере. Вы знаете, что вообще тема будущего для культуры, она относительно молодая. О будущем, как о некой такой субстанции, которая тебя ожидает впереди, заговорили, ну, наверное, в XIX веке. По-настоящему всерьез про будущее – это, скорее, конец XIX – начало XX века. Вообще, категория будущего, скорее всего, воплощалась в утопиях. А их, на самом деле, не так много за всю историю человечества. Начиная от известной первой утопии Платона, кончая Кампанеллой Томасом Мором. И, конечно, Яков Черняхов был великим провокатором для меня, потому что, когда ты хочешь разобраться в каком-либо явлении, ты должен понять его истоки и смыслы того, что происходило, и почему это воплотилось именно так, а не иначе. И как раз формирование нашего поколения в 60-е годы проходило с некоторым, ну, моего личного поколения, с некоторым отставанием от шестидесятников мы были следующие. Но НЕР мы еще воспринимали как младшие на несколько лет. И вот эта категория будущего, которая пронизывала все 60-е годы, потому что страна и вообще весь мир жил совершенно в других ощущениях, в ощущениях не только ожидания чуда, но свершившихся, на твоих глазах свершающихся чудес. Это прежде всего запуск первого спутника, это полет Гагарина, это тот же атомоход Ленин. То есть все события, спрессованные в 6-7-8 лет, освоение космоса, союз Аполлон и прочее, это были чудеса. И надо понимать, какое было наше прошлое, когда в наши семьи возвращались люди, близкие, отсидевшие по 15-20 лет в сталинских тюрьмах и в сталинских лагерях. И мы это все знали, и мы жили, в общем-то, с ощущением некого ужаса, реального. Для нас в фильмы «Летят журавли» и остальные «Девять дней одного года» и прочее, это были какие-то распахнутые ворота. Это было совершенно иное ощущение, которого сегодня нет. Это неплохо, нехорошо, просто это была та эпоха, которая побуждала тебя к совершенно другому направлению мыслей и чувств. Когда корреспонденты приходили в архитектурный институт и спрашивали студентов, что вы хотите построить, из 10-9 ответов – город. Страна строила города. Мы ведь сегодня потеряли более 25 тысяч населенных мест. Ну, не городов, то есть города мы тоже теряем. Там Вышний Волочок или Гусь-Хрустальный – это умирающие города, к сожалению, к огромному. И таких десятки, если не сотни. Но населенных мест мы потеряли несколько десятков тысяч, больше 25 тысяч. Это говорит об убыле городской, градостроительной, какой хотите. Может, это говорит о централизации, о других проблемах? Ну, централизация имеет, к сожалению, доминирующее место сегодня в нашей действительности. Об этом мы как раз и говорили в рамках конкурса на московскую агломерацию. Но ощущение мира было совершенно иным. И возвращаясь к Якову Черняхову, когда ты смотришь модели, которые он создает, и его современники, модели будущей архитектуры – это проблемы, в каких формах будет жить человек будущего. Какую архитектуру заготавливает мозг архитектора, его гений в 20-е годы, когда возможности индустрии были практически нищими, она только-только вставала на ноги. И вообще весь наш конструктивизм совпадает день в день с НЭПом. А это совсем другая история. Это другая почва. Можно я вас вот сейчас прерву? Да. Ну, мне просто хочется остановиться сейчас на форме, если это возможно. И, может быть, и вам, и себе, и нашим зрителям, и слушателям напомнить ваши высказывания, короткие, вернее, из одной из ваших передач, когда вы говорили о том, что сейчас очень актуально. Вы сказали, что современная эпоха, в которой человек имеет уже так много информации о всех архитектурных стилях прошлого, вот в эту эпоху споры о форме становятся уже абсолютно бессмысленны, о чистоте стиля тоже. И единственное, о чем сейчас можно говорить, о том, что... Это при том, что все стили, как многие говорят, закончились, да? Мы после модернизма долго-долго жили в постмодернизме, немножко в нем застряли. Сейчас наступает некая другая эпоха. Появилась уже, и это не вчера, и не позавчера, биоархитектура. Так вот, именно биоархитектура вдруг неожиданно становится новой формой и даже формообразованием. И тогда нет ли здесь противоречия? С одной стороны, стили закончились, и есть какая-то эклектика. С другой стороны, новый стиль, который сам по себе является самоцелью. Потому что для многих параметрическая архитектура уже сам процесс является целью создания новой необычной формы. Вот об этом можно поговорить? Ну, вы знаете, для меня вопрос стиля или вопрос формы, он несколько иначе, может быть, я его воспринимаю. Я воспринимаю, что нет параметрической архитектуры или биоархитектуры, или цифровой архитектуры. Есть просто архитектура как искусство. Потому что ты попадаешь в архитектуру, причем по картинкам это, к сожалению, как мы учились. Мы учились по журналам. К счастью, они уже были там. Ашотиктюр де Журди или венгерская архитектура. В перепечатках. Ашотиктюр де Журди был в газетном буквально формате. Но мы же были все невыездными десятилетиями. Поэтому считывание с букварей архитектуры это совершенно иное, чем пребывание в живой архитектуре. Но когда ты стоишь на Акрополе и хотя бы в осколках ты можешь вообразить, что это было. Или ты попадаешь во внутрь римского пантеона, то ты испытываешь те чувства, которые тебе говорят о том, что это не вопрос стиля. Это вопрос владения всего-то навсего. У архитектора не так много материалов. Первых материалов, истинных. Это пространство, свет, ритм. И если это можно отнести, конечно, к материалу, это композиция. Умение создавать композицию, дар, вернее, способность, именно дар, это, в общем-то, вот эти четыре основных материала архитектуры проходят насквозь. Всей историей, ту, которую мы считаем, собственно, архитектурой. И появление параметрической возможности моделировать через эти инструменты или цифра. Да, открываются какие-то новые варианты работы или новые возможности работы с формой, более сложные, более изощренные, может быть. Но восторг-то ведь вызывает совершенно другое. Если мы говорим об искусстве архитектуры. Восторг вызывает часовня Цумптора, где мастер принимает решение, каким образом попадает в эту часовню свет, что ты видишь изнутри, и как вообще сделать эту форму путем воплощения смысла. А какой смысл в часовне? Понимаете, у Флабера есть дивная фраза, которая, я ее полюбил с отречества. Я считаю, что она самая главная, что в форме есть воплощенная мысль. Когда мысли уходят, у тебя начинается какая-то эклектика. И эта эклектика не с точки зрения стиля. Мы это, кстати, проходили, и конец XIX века нам показал, что такое эклектичная архитектура. Когда мундиры переносятся, как-то немножко припудриваются, и совершенно новая, например, индустриальная архитектура облекается в какие-то эклектичные формы, там, псевдоготики или еще чего-то. А потом она вырывается наружу в 10-е и 20-е годы и заявляет о себе как чистая форма. То есть то, что в чем хранится нефть или газ, это форма цилиндра или шара, это форма того же буле, кинотафа, Ньютона. Это идеальные чистые формы. Она тут же, кстати, становится формой, я говорю о шаре. У Леонидова она становится третьим элементом, а может быть и вторым, в его замечательной композиции гениальной института Ленина. Это зрительный зал, огромный. Соответственно, какую мысль закладывает тот, кто владеет формой, ты начинаешь быть архитектором тогда, когда ты ощущаешь в себе вот это чувство владения формы. С этого все и пойдет в твоей жизни. Исчитывание смысла формы – это самое интересное, что может быть. Поэтому 20 век – это век, как вот вы вспоминаете мои лекции, но я вдруг когда-то понял, что 10-12 стилей за 100 лет – это невиданный темп. Это темп, который нормальный, классический человеческий мозг и душа невозможно уложить. Ты не успеваешь даже привыкнуть к арт-деко, когда начинается модернизм. Ты не успел отойти от классической архитектуры, которая еще как-то переливалась в модерн, в арнуво, но на тебя обрушивается функционализм в нашей интерпретации, конструктизм. И тут на исходе даже… Да, он выдыхался, конструктизм у русских, с одной стороны. С другой стороны, ему бы вот сейчас-то как раз начать говорить, а меняется эпоха, и внутри параллельно возникает иной стиль, который ты понимаешь, что классика накрывает, она никак не сдает позиции, потом она уже появляется в 40-е годы. И вот это все, и вдруг ты понимаешь, что а что делать? А как с этим совсем быть? Как быть вообще с памятью, которая вдруг на тебя обрушилась? Никогда не было этой памяти. Это нужны были наполеоновские походы, нужны были раскопки Шлимана, нужна была эта великая археология, которая вдруг открывает прошлое, и она оказывается гигантским. Европейская культура получает какой-то такой огромный ввоз исторической архитектурной памяти, который молниеносно начинает перерабатываться, и вот в этом бульоне все это вторгается в 20-й век, как такие широко распахнутые ворота. И понятно, что мы последние годы тоже переживаем вот эту вот смену, так кратную 8-10 лет. И отсюда ощущение, что у нас нет стиля, хотя он, конечно же, есть. Какой? Знаете, я никогда даже не задумался на таким вопросом, потому что когда ты находишься внутри потока, на все надо смотреть с какой-то дистанции. Это вообще-то задача скорее искусствоведов, историков понять, оценить и назвать. Но архитектор все равно, и философ, и исследователь. И вот на эту бабочку приколоть и поставить в гербарь с этикеткой, с наклейкой. Мне, например, он очень нравится. Мне очень интересно пребывать вот в том веере возможностей, которые дает в принципе современная культура. Потому что стоны о том, что архитектура там коммерческая, извините, а когда она была некоммерческая? Она вообще стоится только за деньги. Если у архитекторов не будет, грубо говоря, у заказчика денег, не будет архитектуры, а у архитектора не будет работы. Что она коммерциализируется, извините, вся культура коммерциализировалась, есть массовая культура и да, гибель аристократии. Скорее, нужно думать об этом. Мы ничего не можем поделать с массовой культурой, она есть. И у нее бывают чудовищные отрыжки. Эти отрыжки накрывают полмира. Глобализация пластика в культуре. Я говорю не о конкретном пластике, а о духе пластика. Мы вчера беседовали с дивной поэтессой русско-итальянской, с нашим старинным другом Евелиной Шасси. Она мне рассказывает, что на площади, где она живет, с дивной церковью, стоит газетный киоск. Я ее прекрасно помню, я там что-то когда-то покупал, когда приезжал к ней в Милан. Вот вся казалась бы такая ерунда, но она была какой-то частью нормальной человеческой жизни, восприятия и прочее. А сегодня там китайский пластик, эти значки стали какой-то дрянью, эти газеты и журналы уже как-то совершенно по-другому выглядят, и киоскер тот же, но запах другой. Вот этот запах, который исторгается из там Дом-2, да, исторгается в культуру в огромных количествах, он как бы затмевает перед нами настоящие запахи, подлинные запахи. И вопрос подлинности стоит очень интересный сегодня. И чистоты формы, и чистоты мысли архитектурной. Поэтому не все так с одной стороны страшно, несмотря на эту массовку тотальную, и не все так плохо. Я опять же возвращаюсь к тому же Цумтеру, потому что есть линейка, если так можно сказать, архитекторов таких, как Луис Канн, тот же самый Алваре Сизе, которые говорят с тобой на языке даже небольшого, а иногда и большого чуда, которые владеют мастерски пространством и светом. И когда ты попадаешь в интерьер Луиса Кана, и на тебя струится тот же самый свет, который струится серебряный, струится в Санта-Полинаре под Равенной, и ты пребываешь в этом свете, а формы это очень простые, цилиндр, бетонные стены. Нет ничего такого, ну, при моей огромной симпатии к Захи Хадид, нет Захи Хадид, нет этой экспрессии, этих бурно спрессованных эмоций застывших, а есть простое серебро света, есть свечение мозаик лиц и движений рук, которые застыли и которые обращены к тебе, есть некие смыслы, которым уже много-много столетий, они же не изменились, они не подвержены коррозии, эти смыслы, и цунтр, который вносит опилки в бетон, а потом оплавляет это, он говорит с тобой смыслами, он говорит с тобой смыслом величия трагедии Христа, он говорит с тобой смыслом струящегося света, и тени, и перспективы в поле бесконечное, и на самом деле мы же должны понимать, что есть та архитектура, извините, как в моде, есть высокая мода, и есть архитектура как строительство, есть архитектура как город, есть архитектура как чудо, есть архитектура, кстати, об этом говорил Жанн Увель, если раньше мы показывали конструкцию, которая несет феноменальная, обладает феноменальными габаритами, выносами и так далее, то сегодня мы ее скрываем, потому что мы хотим дать ощущение вот этого чуда, которым мы владеем, и я не зря вспомнил 60-е годы и огромный прилив энергии, желание смоделировать, увидеть будущее каким-то, в какой-то форме, такой же, как энтузиазм, который был в 20-е годы, и которого, может быть, мы не видим сегодня в таком ярком проявлении. Мы расступаемся перед нашествием цифры и попадаем так же, как попадали в начале 20-го века и в конце 19-го под обаяние, тогда мы попали под обаяние машины, сегодня мы попадаем, входим в обольщение цифрой. На самом деле, да, машина оказала огромное влияние, и дух машины оказал колоссальное влияние на того же, кстати говоря, Якова Черняхова, когда одна из его книг «Конструкция архитектурных машинных форм», такой катехизис энергии машины. И он уловил самое главное, что машина, ведь она интересна тогда, когда она движется, когда она работает, когда ротор и все остальные движущиеся части, машина же не может стоять только из движущихся частей, у нее есть станина, опора и прочее. И тогда она стала архитектурой, и как только ты выключил машину, она становится архитектурой. Ведь индустрия конца 19-го, начала 20-го века это архитектурные формы, это даже не станки, а это целые конгломераты высотой в двух-трехэтажный дом. Мы сегодня туда просто не попадаем, мы вообще не понимаем, что это такое. Мы не были с вами в старых, но я-то был, в старых заводах, туда не заходили, но там прибывали миллионы людей вот в этой промышленной архитектуры, которая не рассматривалась тогда архитектурой в общем-то, коробка рассматривалась. Очень интересное явление с оранжереями, это мы сегодня считаем, что это великая архитектура, и что Пакстон соорудил архитектурные сооружения, а он оранжерейный, у него нет даже диплома архитектора и не было. И вообще-то архитекторы не воспринимали строителей оранжерей как равных себе, пока ему не дали сэра, как равных себе внутри своей профессии. Это была элитарная профессия, а оранжерейщики, они упаковывали вот эти апельсиновые сады для богатеев. Это были диковины, это были такие огромные шкатулки, они поражали, но это была утилитарная история для всех. А теперь мы это рассматриваем как пионерную архитектуру стекла. Поэтому вопрос формы, вопрос смыслов, он стоит всегда очень важно для культуры и для архитектуры тоже. Я сейчас попробую задать, пока не забылось о чуде. Странно, наверное, к слову чудо применять такое словочитание виды чуда, но тем не менее. Вы сейчас говорили о простой архитектуре, о свете, о бетоне. Я сразу вспомнила Тадауанда и его диалоги и с водой, просто мистические диалоги с водой и свет как инструмент у него. Вот для меня это тоже чудо, но для очень большого количества людей, когда говорят о архитектуре будущего как о чуде, это архитектура, которая удивляет, это архитектура, которая работает на человеческих эмоциях, которая вызывает определенные абсолютно чувства от удивления, восхищения, непонимания. Это совершенно другая архитектура, и вы сейчас тоже говорили об архитектуре Захи Хадид. Вот для вас архитектура будущего, архитектура как чудо, именно та архитектура, которая будет удивлять, и что это для вас? Вы знаете, закругляя тему Таддава Анда, вот Юхани Паласмау приводит его высказывание о том, что собственно ты начинаешь заниматься архитектурой только в тот момент, когда ты оставляешь руку функции. И когда ты удовлетворил все, что хочет и требует функции, ты собственно переходишь в мир искусства архитектуры, вот тут-то и начинается волшебство. В этом мысль Таддава Анда, который следует буквально за Гёте, который говорил, что восторг и поражающее нас воображение это вовсе не то, что наше сознание определяет и может проанализировать, это то необъяснимое, что и вызывает этот восторг, который мы не можем сформулировать даже в себе. Вот это таинство архитектуры как искусства, которое, кстати говоря, может быть запрограммировано талантом архитектора, а может сложиться как Венеция или как Париж, который вроде бы нарисован по единому плану, на самом деле не является никаким, так сказать, там нет шедевров архитектуры. И это как раз пример начерченного города, но в нем были заложены те такие фундаментальные вещи для психики человека городского, которые сработали, они работают до сих пор. Жить и умереть в Париже хотят очень многие. Какая-то там, несмотря на то, что это все мануфактурное производство, все эти решетки, карнизы, лепнины и так далее, поликалом и так далее, сделаны в очень короткие сроки по одним и тем же шаблонам. И с одной стороны такая сухотка, это в общем французская чертежная культура, если так можно сказать. А с другой стороны в нем какая-то атмосфера поселилась, черт-то я знает какая, которая ассоциируется у людей с французским духом и так далее и тому подобное. Там же все ощущения, там и музыка, и звуки. Там это рация, рация, которая стала иррациональной. Все абсолютно органы чувств, там есть запахи, И вот там аромат французских духов это вовсе не в московских гостинах, это только там работает на самом деле. Так же, как и поедание пармиджана лучше делать в Тоскане, чем где бы то ни было в другом месте. Так вот, я вообще не очень люблю говорить на самом деле, вы меня задали вопрос, который ну на самом не так уж мне близок, я не очень люблю опускаться в рассуждение о будущем. Мне просто думается, что всегда культура даже в период если так можно сказать высоко воинствующего атеизма, который пронзил вообще-то весь XX век, потеряла потребность в сакральной архитектуре, вернее не то, что потребность, ну да, нет заказчика. Церкви закрываются сотнями повсеместной в Голландии, в Германии, это мы там строим типовые церкви, при этом не восстанавливая десятки и сотни тех, которые нужно восстановить по всей стране. Так вот, вот эта потребность к таинству и к тайне, она всегда была и есть и будет в человеке, пока есть тот человек, который вот, который сидит друг против друга. каким он будет в будущем, но да, у нас сейчас бурно обсуждается искусственный интеллект, киборги, био, компьютерные и прочие сочетания в будущем человеке, но вы знаете, по-моему, достаточно бесполезное упражнение, хотя очень интригующее, но интересно же, как это все сложится. Ну простите, я не хотела вас озадачивать неприятным вопросом о будущем, но в любом случае все, что проектирует архитектор сейчас в настоящем, так или иначе остается в будущем. Поэтому, может быть, мой вопрос был не о том, каким вы видите человека будущего и нашу будущую жизнь, а о том все-таки каким образом и что останется в этом будущем от настоящей деятельности, какая она сейчас и какая она завтра. Это такое ближайшее будущее, это не футуристика, а футурология. Хорошо, тогда можно задать такой вопрос. Все равно он немного о будущем, если уж мы начали эту тему. Вы же подняли сегодня тему московской агломерации. Вот если бы так чудесным образом случилось, что один человек, может быть, большой команды, но тем не менее мозг одного человека создавал будущее московской агломерации, какой бы это был город и город ли это был? Вы знаете, я думаю, что вот 12-й год, сегодня 19-й, ну практически 7 лет, поменьше. Мы полгода делали все, 9 команд, было 10, после первого тура осталось 9, еще было послевкусие некое. Вот знаете, ни от одной идеи, мысли, ни от одного нашего принципиального подхода я бы сегодня не отказался, сказав, что там или мы ошиблись, или мы что-то недосмотрели, недочувствовали, недопоняли, недоформулировали. Мне кажется, мы сделали, кстати, очень похожие, аналогичные такие же мысли. Ну не все они совпали. Эта команда Скока Настоженко, Андрея Гнездилова и Александра Андреевича выдвигала у нас очень схожие позиции внутренние. И эти позиции, кстати, они градостроительно, архитектурно, культурные. Это вот та платформа, на которой на самом деле ты стоишь. Какая мысль закладывается? Понимаете, говорить о форме будущей, можно тогда, когда ты понимаешь, о каков будет формулироваться, как и формироваться заказ внутри того будущего, который скоро наступит. Да, мы сегодня производим огромное количество архитектурного гарпича. Это вообще ситуация опасна тем, что на фоне все ниже упавшего вот такой индикатор. У нас сейчас 38 индексов или что-то в этом духе введено о комфорте городской среды. Вот есть еще один индикатор, это культурный иммунитет. Про него вообще никто не говорит, но то, что он утерян, вообще иммунитет сегодня ослабел, как известно, повсеместно. В культуре иммунитет упал очень низко. Это очень опасное явление, потому что мы то, что вчера было черным, стало серым и вообще обыденным, то, что вчера ты мог или позавчера сказать, что это дрянь, это плохо, а сегодня ты не можешь этого сказать, потому что кто ты такой, и что такое плохо, что такое хорошо, и так далее, и тому подобное. Ориентироваться сегодня людям в этом сетевом пространстве, которое создано, безумно сложно. И вопрос, на что ориентироваться, и вот это что хорошо, что плохо, я думаю, что мы все-таки вынуждены будем скоро говорить об этом и называть своими словами черное, серое, белое. Поэтому это очень много зависит от того, насколько вообще культура сохраняет позитивную инерцию. такое нелепое сочетание в русском языке, вот эта инерционность фундаментальных основ, которые начинают очень сильно корродировать и размываться, насколько они выдержат, настолько и будет то самое будущее. Еще один очень интересный момент, это взгляд периода известный, когда глаза-то сохраняются те же по физиологии, колбочки, палочки, а взгляд совершенно иной на то же самое. Для кого-то готика была восторгом, а для Жан-Жака Руссо вызывало в нем какие-то конвульсивные ужасы. для кого-то храмы и церкви и буржуазная архитектура была красотой, а для футуристов и конструктивистов, функционалистов точнее, она вообще требовала изъятия скульптуры, равно как классическая живопись для Малевича. Мы здесь вообще в какие дебри вошли и как оттуда выбраться? Да никак. Проблема обновления, проблема устаревания формы, усталости формы, почему устали смыслы или появились новые, которые требуют, как птенцы, это промышленная, она еще не стала архитектурой, есть промышленность, есть дух, архитектуры нет, и она требует этого, она пробивает эти, эту скорлупу изнутри, если хотите, и отряхивает эту скорлупу, а потом проходит время, и ты понимаешь, что сталинская архитектура, она вообще-то архитектура, а вот это буржуазный Париж, это тоже архитектура, а Венеция, которая складывалась почти тысячу лет, это что? А там кто-то ее чертил? Ее начертила природа, ее начертили обстоятельства, очень жесткие, кстати говоря, это же выселки, это же бегство, да, как и русское казачество формировалось, это же жизнь вот так вот все это отпрессовала, а тут, понимаете, мы стали проживать в этом виртуальном мире, мы стали проживать очень быстро жизни, мы играем, это совершенно другая история, скорости с одной стороны, как говорит Татьяна Владимировна Черниговского, мы проиграли в скорости безнадежные навсегда, мы это теперь же знаем все, высочайшая скорость, мы не успеваем оценить, понять, привыкнуть, как уже что-то другое, наш мозг начинает трансформироваться из линейной логики в пространственную, а это очень тяжелый процесс, очень непростой, мы столетиями привыкли, тысячелетиями развиваться в линейных параметрах, так сказать, последовательности, а привыкнуть к параллельному существованию всего и как, и как в этом ориентироваться, как это соощущать все, это очень интересно, мы в процессе, это всегда очень интересно, я не знаю, насколько мы с вами говорим об архитектуре в этом вопросе, но то, что касается агломерации, чтобы вернуться к этому, а ведь меня в Советском Союзе занимала тема и та, которую я сейчас скажу, какой столицей Москва, столицей какого государства является Москва, вот когда ты задашь вот такой простой вопрос, который задавал герой фильма «Человек дождя», кто на первой базе, вот на первой базе столица чего, какая, и тогда ты понимаешь, когда вычерчиваешь график, это сделал, кстати, несколько команд, две или три, во время конкурса на первом этапе, на первом туре, мы построили диаграммы активности, активность Москвы, ее мощь, экономическая, какая хотите, да, и Владивосток, как пример, это о чем сегодня говорит Наталья Забаревича, так, страстные темпераменты, да вы о чем, ребята, когда здесь вот такой вот высоты столб, потом Петербург вот такой, а потом все вот такие идут, такие маленькие всплески, а этот все растет и растет, а Сергей Семенович Собянин нам говорит, что он рад и счастлив, что в Москву стекается все больше людей, она все становится лучше, краше и так далее, а кто вам сказал, что это самое лучшее, что можно придумать для нашей страны, а может это самое плохое, да только по одной причине, что Москва имеет такой объем налога получения, который ей позволяет так роскошно шоковать и жить, а на самом-то деле все надо делать не то, чтобы наоборот, а надо более правильно распределять ресурсы, которые в иерархии вертикали не могут распределиться, не то, чтобы справедливые, а правильно, а разумно для нации, для государства. И Москва, которая стремительно уходит в формат страна, московское княжество, это более чем опасный тренд. Соответственно, агломерация – это то, что создает минимум два-три пояса, если так можно сказать, защиты, и вот этот столбик, он должен снижаться не за счет ухудшения жизни в Москве, а за счет роста других энергетических точек и связанностей между собой. Несвязанные города – это плохо. Это Россия. Нам надо, если мы хотим жить вообще дальше, как страна, нам нужно на федеральном уровне принимать совершенно иные решения. Поэтому гиперцентрализация Москвы – это огромная беда для всех. Это первая позиция, которая касалась агломерации. То, что она почти совпадает с границами Московской области, это говорит о том, что Московская область и Москва, как два центра управления, должны приходить к совершенно иной модели управления, которые тоже, к сожалению, в системе современного формата у нас сложился, к сожалению, практически невозможен. Это как бы то, что касается агломеративной истории. То, что касается беды под названием Новая Москва, оно, предположим, да, оно произошло. Кстати, мы с вами когда последний раз про Новую Москву в эфире слышали? Уже так года два-три забыли просто забыли об этом. Этого нет. понастроили десятки домов, провели метро, расширили Калушку и все. Забыли, проехали, закончили тему. Что нужно было делать, раз уж так получилось, раз уж сыграли такую партию. Мы были убеждены в том, что, первое, никакой Москвы в Новой Москве быть не может. не можно, не можно, как у поляков, транслировать город в какой-то, так сказать, его подбрюшье. Это смешно. Что было можно и нужно. Это кластерная концепция. Какие кластеры избрать? Мы считали, что это биотехнология. Соответственно, спортивный кластер, выставочный кластер, и, в общем, частично эти все идеи были, ну, еще год они так продержались на поверхности, потом они растворились. Я считал и убежденный наша команда была убеждена в том, что во главу угла надо ставить социальные проблемы. У нас есть проблемы пенсионеров, у нас их два с лишним миллиона в Москве. Они все живут, что, в очень хороших условиях. У нас есть черные рейдеры, которые забирают эти квартиры. Это такой тихий процесс, который иногда выходит в средства массовой информации. А почему бы нам не поселить, дать возможность пенсионерам иметь участки, жить в малоэтажной архитектуре, ближе, кстати говоря, к земле, только не в черном юморе, а в хорошем, тут же иметь первичное медицинское обслуживание, тут же иметь продуктовое обслуживание и так далее. почему туда не поселить молодые семьи и не сделать для молодых то, что было в Советском Союзе, молодежные комплексы. Мы их сами строили своими руками, кстати говоря. Это МЖК, который был. Да, МЖК. Забытая форма. Она очень хорошая, кстати. Ее просто надо интерпретировать по-новому. А у нас что, нет проблем мигрантов? Мы так забыли, да, про это, про все. Где можно недорогое жилье для разных социальных групп? И, кстати, это происходит сегодня на Западе. Последние сводки о том, как поколение, нам надо соединять поколение, мы же все, наша культура идет в плане разъединения смыслов, а нам надо наоборот стараться их удерживать, эти смыслы. И когда мы говорим, какой будет архитектура, она будет такой, какой будет общество. Вы как, в розницу, оптом или со смыслом? Вот так она и будет, мне кажется. Поэтому я и к параметрической архитектуре отношусь, я вообще не считаю, повторяю, что это влияет на архитектурное проектирование, влияет на картину мира. Безусловно, технологии всегда этим и занимаются, они определяют твой уровень мышления. Но если завершать про форму, я вам скажу, что я сейчас читаю книжку «История души». И там один из рассказов о том, как столетиями, то, что мы называли мрачным средневекуем в советское время, вот в эти самые средние века столетиями шли дискуссии, какую форму душа принимает после смерти. У Данте ответ оказался просто ясен, форму человека, человеческой фигуры, и что душа после ухода, после исчезновения тела возвращает себе эту форму. Вот там есть очень интересные нюансы, что низкие души не обретают форму, а они засыпают. Это не напоминает вам компьютер со спящей памятью, да? И вот в преддверии цифровой жизни, у нас же подписано постановление в прошлом году переходе на цифровую экономику. Вопрос, что из этого выйдет, а какой выход? Ответ только один. Что надо делать? Учить правильно, учить смыслом. Мы сталкиваемся сегодня с поколением, уже не одно, в которых смысла не связываются. Вот эта дробная история, которая поддерживается ЕГЭ, чудовищная, раздробление мозга, ведь он как раз предназначен для того, чтобы расчленить. Расчленить нужно только, чтобы описать явление, то есть это концепция анализа. А вообще-то смысл это то, что собирается. На какой платформе происходит сборка? Платформы сегодня нет, как мы знаем. ЕГЭ это как раз сигнал о том, что нет платформы. И если мы не вернемся к пониманию смыслов, и вот я считаю, что замечательно, что в Московском архитектурном институте сегодня преподают несколько десятков уже практиков, наверное, человек 20 все-таки, людей, пришедшие мастера. Вот когда с тобой мастер как-то жить уже перспектива жизни и будущего, она как-то более надежно выясняется. В архитектуре на самом деле, я вам скажу очень качественная вещь, как в том самом романе, но не бином Ньютона. На самом деле очень много просто. Есть простые вещи. И если мы будем обучать этой простоте своих будущих архитекторов, думаю, что будет самое правильное. Андрей Александрович, вы знаете, я когда ехала сегодня на эту программу, подумала на запись, подумала о том, что вы всегда удивительным образом находили объяснение, не оправдание, а именно объяснение тем или иным негативным явлением каким-то образом все время были на светлой стороне Луны. А есть еще очень простой вопрос, стакан наполовину пуст или стакан наполовину полон. Вот все-таки я понимаю, что просить от вас стать оптимистом просто в конце программы насчет раз-два-три достаточно кощунственно, потому что вы реально оцениваете действительность и она в общем не совсем та, которую мы все хотели бы сейчас свидеть. но тем не менее по отношению к образованию, к культуре, к поискам смыслам, к утрате содержания вот мы находимся в каком стакане? Наполовину пустом или наполовину полном? очень на самом деле очень сложный вопрос. Когда вы приедете в школу в Куркино, огромная школа, по-моему, по две тысячи человек, вы попадете в несколько классов архитектуры. Вот там собрались педагоги и я был на их фестивале, архитектурном фестивале, где гостями были еще другие студии и ты понимаешь, у тебя такое ощущение счастья, что да, вот это будущее. Они рисуют, они что-то там они сочиняют. Понимаете, ведь вопрос всегда стоит очень в такой плоскости. Тот период культуры, в котором вы находитесь, он способствует взращиванию внутри ребят наших, неважно, тысячу лет назад, творчества. Вот творческий процесс, когда в человеке он хоть в какой-то форме есть, песенку сочинил, из пластилина что-то слепил, композицию сделал, вообще все утыкается в композицию, сделать то, чего не было раньше. Ведь композиция это очень интересный термин. Это термин, который обменяет в себе три ипостаси. Это очень редко вообще в терминологии. сам процесс создания композиции, оценка, хорошая и плохая композиция и композиция как явление, то есть сочинение чего-либо, будь то музыка, архитектура, дизайн, стол собрать, нарисовать, это тоже композиция, крышки и ножек или еще чего-то. Так вот, там, где творчество наличествует, процесс ли, ощущение творчества, то есть когда эта штука полетела, вот этот шарик вот такой полетел, все же чувствовали себя, что мы сопричастны. Ты никакого отношения к этому спутнику не имел, очень такой небольшой процент людей, но это продукт жизнедеятельности страны. Какая бы она страшная ни была, она была в то время очень страшная. Еще продолжала быть. Но это твоя радость. Я не оптимист, как вы правильно сказали, я позитивист. Поэтому речь идет о том, как позитивная энергия будет вливаться в общий позитив сохранения того, что мы называем культурой, вот когда буква К становится большой. А культура в латинском понимании это возделывание. Когда ты перестаешь возделывать, а допускаешь сибирские катастрофы, или возделывание принимает какой-то гипер, как в Москве, какой-то аномальный характер, такое ощущение, что мы за четыре года должны сделать все, что это все надо делать. Совершенно и транспорт надо, и развязки нужны. Но когда у Киевского вокзала вчера я спотыкался о гранит немеренных площадей, ты понимаешь, что что-то с культурой не то происходит. Но я не могу сказать, что вот все плохо. Поэтому да, Москва приобретает лицо иное, Москва абсолютно идет не тем путем, которым нужно для страны, потому что это наш родной город, мы в нем родились, наверное, в нем мы закончим свое существование, и, наверное, это боли человека, который... Я родился в Игровой Романа на Арбате, меня перенесли в квартиру мастерскую Якова Черняхова на улицу Герцена, Большая Никитская, дом 19, где сегодня Геликон-Опера. И вы знаете, вот у меня ощущение столицы было всегда. Ну, так получилось. Потому что с няней мы ходили гулять в Александровский сад. И это был вот мой сад. Или то, что сегодня застроили Геликон-Оперы, вот этот двор усадьбы Глебовых-Стрешневых, это был вот мой дворик. Дворич тогда, когда ты маленький, это огромный двор был. Поэтому я такая столичная штучка, и ощущаю этот город, как... А потом, когда ты начинаешь ездить уже в относительно взрослом состоянии по стране, и ты понимаешь, что этот вопрос Москва, ты чья столица, он возревает в тебе уже достаточно рано. И одно дело в Советском Союзе, такой, в его так, высокой фазе, в 60-е годы, ты понимал, что, да, это город, который породил рождение сотен городов. И ты чувствовал совершенно иную мощь вообще всего, что происходит. Для нас территория страны была живой. Мы ее чувствовали какими-то вот такими фибрами. И цели были другие, и посылы были внутренние, и тот Нера, о котором мы с вами говорили, он, может быть, сегодня кажется в каком-то смысле очень наивным проектом. И не так уж много там идей, которые практически имели смысл. Я его рассматриваю как потрясающий порыв. Иногда порывы куда интереснее и важнее. Они нужны человечеству, они нужны культуре, чем такая рутинная деятельность. И то, и то нужно. Но порывы обязательно, потому что они как бы открывают тебе такие, распахивают какие-то двери. То, что сегодня их нет, это вот такая тоска по порыву, по каким-то открытиям, по каким-то и... А почему? Да потому что будущее наступило. Знаете, те самые лекции Сапьенца, институт Сапьенца, университет Сапьенца, там, по-моему, 5-6 лет назад. На третий день я спускаюсь по лестнице и никак не могу понять, почему что-то меня занимает на этой стене, где окна, а это контр-ажур, там темно. И тут я читаю выбитые антиквы, а это здание, этот комплекс построен при Муссолине, это относительно молодое сооружение, а там выбито антиквы, будущее прошло здесь. понимаете, когда мы говорим о будущем, мы за что хватаемся, каков этот порыв, каков человек, каков общество, нет уже этого промышленного уклада, на котором стоял весь XX век, этого форма образования, этого толчка, да, уже мы потеряли понимание ансамбля, потому что сеть не знает ансамбля, у него ансамблевое мышление, но совершенно иное. Мы в линейных структурах как бы исчерпали, а нового не создали. Вы знаете, когда Малевич пытался нарисовать супрематический ордер, он посигнул на самое, на ордер, это что ж такое, на порядок посигнуть, а он мог нарисовать только ионические капители, то есть он рисовал тот ордер, который ордер, а нового то нет, и посягательство на ордер выясняется, что в асимметричной системе связи, которая порождает начало XX века вместе с теорией относительности Эйнштейна, создать новый порядок совсем и совсем непросто. Задача, на самом деле, над которой работает культура и архитектура все эти десятилетия. Поэтому, когда вы мне задаете вопрос, каково будущее, можно сказать, что мы живем в предвкушении будущего. Но то, что вы сказали, или вы процитировали меня, это неважно, что новые поколения будут смотреть на архитектуру прошлого, как на некую археологию, вот это ощущение у меня есть точно, потому что если вы смотрите... То есть все-таки не ценность, а древность, да? Да, потому что смыслы эти утеряны, смыслы христианские растворяются и как бы отходят. Это не есть часть культуры, это есть частицы культуры. А то христианство, которое у нас сегодня, государственное православие, это на самом деле к культуре имеет весьма и весьма отдаленное отношение к современной вообще. Это, скажем так, такие плоские отпечатки. Это далеко не стереокартинка, к несчастью великому для нашего народа. Поэтому как мы трансформируемся вот в этой сетевой атмосфере, это будет очень интересно, очень важно. Поэтому я вот на этот тонкий лед о будущем наверное и не хотел бы вступать. Ну мы так или иначе вступили, но видите, как мы начали разговор с начала 20 века и мы вернулись сейчас туда же. Вот формат беседы, который мы сегодня с вами проводим, он очень редкий стал. Все стали разговаривать между собой. Нам надо останавливаться, нам надо думать. Меня поразил один французский фильм о резиденции последних императоров Китая под Пекином и такая китайская Венеция, где император, к сожалению, плохо помню, он прогуливался, а это все-таки, извините, не Подольск, да, это империя, прогуливался с мамой часами, он построил такую же улицу лавочников, как были в его детстве, там, где он родился, чтобы покупать те же самые предметы у ремесленников, их труд. Он построил храм любования луной и водой. То есть мы теряем потребность в созерцании, мозг ведь должен отдыхать и пребывать в разных режимах, вот тогда он нормальный. Когда он все время вот так вот работает, когда он все время в наушниках, в гаджетах и так далее, эта нейронная сеть, она как бы скукоживается, она с одной стороны входит в большую сеть, а с другой стороны темпо-ритм столь мономерен, как-то не странно, что я думаю, что сегодня самое интересное в России это театр. Вот в театре происходит то, что не происходит в архитектуре. В архитектуре драмы нет современной, да, нашей, российской. если есть, то мы так с трудом можем найти какой-то пример, да. Я имею в виду драму не с точки зрения страдания, совсем в другом, да. Драма как предмет искусства. В театре вы находите очень много того, чего не хватает в российской архитектуре сегодня. мне вообще кажется, что всех архитектов принудительно, это как Сергей Петрович Капица говорил, что культуре нужно обучать принудительно, заставлять. Нас надо заставлять ходить в театры, а не только на свои выставки, своих коллег и прочее, да. потому что вот «Золотая маска», она дает вам такую роскошную картину мира, с которой хочется делать другую архитектуру. Вопрос, что нам ее просто не могут заказать, потому что у нас нет этого заказчика. Но это другая тема. Но театр архитектуры это тоже очень интересная история. Вернее, театр, который порождает совершенно иную архитектуру. Не говоря уже о том, что в театре работает много архитекторов в качестве художников и сценографов. Андрей Александрович, спасибо за интересную беседу и за то, что приняли это приглашение от меня. Дорогие друзья, с вами была программа «Зачем ты это сделал?» подписывайтесь на канал «Артплей Тудэй», узнайте много интересного. И, пожалуйста, все в театр. До свидания. «Артплей Тудэй» Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok